Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы начинаем проект «Эссет. Как устроена безопасность», в рамках которой мы будем обсуждать предельно откровенно вопросы информационной безопасности. У нас в гостях сегодня Евгений Росинский. Скажи, чем ты занимаешься, в какой компании работаешь, на какой позиции? Я являюсь директором по технологиям компании «Иверу». Занимаюсь, собственно, построением высоконагруженных веб-проектов, всей инфраструктурой. Но твоя задача к безопасности отношения имеет? С ростом числа пользователей твой проект становится более рискованным по отношению к угрозам безопасности. Тем больше внимания на тебя обращают злоумышленники, твои конкуренты. Поэтому безопасность у нас стоит на одном из первых мест в работе нашего IT-подразделения. А внутренней корпоративной безопасностью занимаешься? Уже как три года мы внедрили у себя систему DLP, обвешались антивирусами, следим за потоками данных между сотрудниками, следим за потоками данных наружу из компаний. Есть определенные люди, которые отвечают непосредственно за вопросы безопасности, офицеры по безопасности. Вот это все связано там, в том числе, с системой видеонаблюдения внутри офиса. В общем, все по-взрослому, весело и как у большого брата. Какие планы, может быть, на ближайшее развитие? Мир вокруг нас меняется, мы стараемся меняться. Также мы обновляем версии операционных систем, обновляем прошивки роутеров и прочее, прочее, прочее. Мы очень пристально следим за всем, что может создать хотя бы небольшую дырочку в нашей безопасности. Каждый год мы проходим аудит. В прошлом году во время аудита мы получили высшую оценку, в этом году у нас будет скоро аудит, планируем ее подтвердить. Каковы основные риски? На самом деле основные риски всегда это собственная глупость и люди. Поэтому это повышение ответственности и сознательности твоих сотрудников, особенно сотрудников, которые занимаются данными. Так или иначе, нам приходится работать как с платежными системами, так и с какой-то конфиденциальной информацией в виде, например, истории просмотров пользователя, которую, например, жена не должна увидеть историю просмотров своего мужа, потому что могут быть всякие неловкие моменты. Семейные отношения бывают разные. Поэтому на это обращаем особое внимание. Есть определенная система тестов, которая позволяет нам, как модульное тестирование, так и функциональное тестирование, которая позволяет нам автоматизировать процесс контроля данного направления качества продукта. То есть часть безопасности – это вопрос качества? Конечно, конечно. Вообще объем инфраструктуры огромный, маленький или средний? Довольно большой, начиная от, собственно, системы документа оборота, заканчивая корпоративной почтой, заканчивая чуть ли не до бронирования переговоров. Особое внимание мы стараемся уделять данным конфиденциальных презентаций и каких-то данных, связанных с нашими планированиями, особенно в рамках обмена внутри компании. Мы следим, куда наружу. Там есть различные словари, стоп-слов и прочих всяких вещей, на которые реагируют наши специалисты по безопасности. Было уже выявлено несколько потенциально опасных утечек. То есть как бы работа ведется. Это штука, в которой невозможно, в принципе, от начала до конца все сделать хорошо, расслабиться и почивать на лаврах. Ну, конечно, нужно постоянно что-то дорабатывать. Это постоянный контроль, постоянное слежение за уровнем качества. Потому что, опять-таки, самая большая угроза – это твое разгильдяйство. Команда большая? Команда у нас более 70 человек. Это те, кто занимается разработкой? Это мое техподразделение. Это очень большое подразделение для России. В России таких подразделений не очень много. В структуре управления вот это подразделение внутри как-то тоже делится? Ну, конечно. У нас есть свой CDN – это больше 28 городов присутствия в России. Соответственно, это три дата-центра в Москве, объединенных кольцом в 75 гигабит. Число железок у нас приличное. Не считая там всякого железо-офисного планктона, который тоже нужно обслуживать. Поэтому есть офисные админы, есть боевые админы, которые занимаются непосредственно инфраструктурой. Есть системные администраторы, которые занимаются исключительно сетевым трафиком. И в том числе вопросами безопасности при пиринговых взаимоотношениях с партнерами. Зоопарк – решение, он огромный. Собственно, нужно управлять версионностью, нужно управлять патч-менеджмент делать. То есть вот эта работа как построена? Мы исследуем методологию, которая называется feature-driven development, которая позволяет нам делать очень большое количество релизов за неделю при сохранении константного качества. Наш код покрыт юнитестами, наш код покрыт функциональными тестами, наш код покрыт нагрузочными тестами. И перед каждым релизом у нас довольно длительная процедура, которая позволяет нам сделать один вывод, что мы, по крайней мере, ничего не сломали, не ухудшили. Все это позволяет нам в том числе бороться и с внешними угрозами, потому что часть тестов как раз связана с вопросами, не знаю, там, XSS, cross-site scripting и прочих разных веселых вещей, как клиентских, так и серверных. А вот с внешними угрозами как бороться? Какие угрозы основные? Перебор паролей наших пользователей. Ну, как бы в каждый момент времени кто-то подбирает пароль. Даже сейчас тоже подбирает пароль? Это постоянный фон любого крупного проекта. Я так понимаю, защита от DDoS точно так же актуальна? Да, конечно, актуальна. Вот. Ну и где-то примерно раз в месяц или два раза в месяц мы испытываем различные вредоносные воздействия. Всего один раз, это два года назад, мы не выстояли и немножко прилегли. А долго? На 15 минут. Вот. Ну, в наших KPI мы должны прикладываться не больше, чем полторы минуты в месяц. В среднем, примерно, бывает у нас до двух инцидентов серьезных в месяц, когда кто-то пытается либо пробить нашу защиту и получить контроль над какими-нибудь нашими вычислительными ресурсами, либо же просто пытаются заполучить доступ к аккаунтам наших пользователей. Полезный для нас фактор – это внешний аудит, как со стороны профессиональных команд. Именно пентесты, да? Собственно, свой периметр. В том числе мы периодически сертифицируемся по PCI DSS, а там тоже довольно, ну, для приема банковских карт, а там тоже довольно серьезные критерии безопасности. Поэтому мы любим экзамены. Будет лучше, если нам укажут на наши ошибки до того момента, как злоумышленник найдет их. Что касается защиты непосредственно рабочих станций и там сервиров, тех, которые стоят внутри организации, чем пользуетесь и как организована защита? Оборудование у сотрудников, собственно, у нас стоит ESET-антивирус, у нас стоит DLP-система, вот, и несколько самописных скриптиков, которые позволяют нам, в том числе, смотреть и за трафиком, и за какими-то активностями наших сотрудников. Может быть, расскажешь про какой-то один из последних проектов или самый интересный? Это, конечно, DLP-система, которая, ну, внедрение подобных систем, оно всегда происходит с кровью, болью, с тоннами, потому что любое ограничение доступа, это всегда больно и всегда неприятно. Мы внедряли где-то около полугода, постарались сделать это максимально прозрачно для наших пользователей. Ну, DLP работает, я понимаю, на разрыв, да, все-таки, если происходит что-то нехорошее, то отправка или... Воздух поднимается с вертолетом, он перекрывает станции метро. Есть часть информации, которая закрыта, в принципе, при модерации, там, да, там есть там постмодерация, как вот ты сказал, что уведомления приходят о том, чтобы кто-то что-то сделал не то, и офицер по безопасности поднимает свои мускулистые плечи и отправляется выяснять, что же произошло. Спасибо, Евгений, большое за ответы. На этом все мои вопросы исчерпаны, но полагаю, что вопросы у вас, зрители, остались. Поэтому, пожалуйста, задавайте их в комментариях, и я, Евгений, постараемся ответить на них наиболее развернуто. Тебе, Евгений, еще раз большое спасибо, спасибо, что пришел. А мы завершаем этот выпуск «Эссет. Как устроена безопасность». Большое вам спасибо за просмотры, увидимся в следующий раз. Субтитры подогнал «Симон»